Итого у меня подъем на гору Гаверла занял час и двадцать минут. Это по синей трассе, по крутой, без отдыха, не шарясь. Час двадцать, мы на вершине Гаверла. Доброе утро, четверг, 19 марта, в Украине карантин. Я в Ивано-Франковске, проснулся пять часов двадцать минут. Вот, чтоб не сидеть дома, хочу сейчас поехать, подняться на гору Гаверла. Время почти шесть на ноль, прогреваю машину. Блин, придется возвращаться в квартиру. Рюкзак взял, но забыл про деньги, не деньги, не банковскую карточку, ничего не взял. Утром город вообще пустой, машин нет. Час на улице показывает плюс один градус. На выезде из города. Сейчас заедем на заправку. Полный бак заправим. Возьмем облепихого чая в дорогу. И уже, думаю, без остановки поедем к горе. Еду медленно, не спеша. Престегнутый. Все как надо, все по правилам. Я давно одинокий, одинокий, как и ты. Мир настолько жестокий. Будет дальше плохая дорога. 19 марта 2020 год. Еще все горы на вершине в снегу. Специально обувь не брал. Обычные весенние кроссовки. Дверь закрыта. Написано заплатить 30 гривен. Но никого нет. Едем тогда дальше. На халяву бесплатно. Еще до горы не доехало. Уже лед, снег. Дорога скользкая. Главное нигде не застрять. Только поговорил и все. Лед. Машина дальше не едет. Застряла. Передняя приводная. Вообще печалька. Надо полный привод. Первые приключения. Лед. Она не едет. Она застряла. Время 9.15. Стартанул от этого проклятого места. То, что ехать. Тут идти невозможно. Многие скользят. Капец. Уже два раза упал. Пока надел куртку. Но пока еще тепло и невысоко. Думаю, наверное, надо куртку снять. Переодеть мастерку. И ускорить ход. Пока есть силы, можно даже немного бегом вверх. Зато погода хорошая. Ни одного ж указателя нет. Не, ну дальше, может, и должны, а тут. Указатель. Гора заверла. Я пойду, наверное, по сложному, по короткому. Вверх. А назад спущусь по зеленому. Снег уже мокрый. Под ним вода. Ноги проваливаются. Тут за пустом можно. Уже кроссовки будут все мокрые. Третий раз уже переодеваюсь. То жарко, то холодно. Ребята пошли по зеленому. То, что ведет дальше по времени. Я пойду по синему. Типа мостик сделан, да? Посмотрим. У ребят зеленая дольше, но... Они говорят, не такая крутая. Тут по снегу якобы большее время я потрачу, чтобы подняться. Посмотрим на горе, кто первый придет. Тут уже за пять минут устал. Погнали. Ну как тут понять, куда идти? Вверх, влево. Ни следов, ни указателей. Птички поют. Людей нет. Погода, огонь. Погнали дальше. Сейчас такой мини-забег. По гору, по снегу, по солнцу. Только на корточках цеплятся руками. К розовке скользят. Интересный такой кусочек. Там все в снегу. Тут кусок без снега. И там, вон, наша вершина снежная. Интересно, это конец или там еще надо идти. Это финишная прямая. Вижу знак. Самая печальная из всего подъема. Ну, не считая того, что я автомобиль расхерачил. То это, что через полчаса уже кроссовки все мокрые. В носках уже водичка джмякает. Людей никого нет, но зато есть четыре палки. Просто тут так оставили. Или кто-то за ними вернется. Я не брал мне ручку, не фломастер. Ничего не напишу. А какая тишина. Никого нет. Ветра нет, солнце. Вообще тихо-тихо. Какой вид зато красивый. Погода, конечно, радует. Гора Гаверла. 19 марта 2020 года. Первым делом, что надо сделать? Профилактику от коронавируса. Взял специально ХД. Сейчас всю гору продезинфицирую, чтобы люди могли спокойно сюда заходить. Думал, будет долго и холодно. Набрал, блин, вещей, еды. Но самое главное, что я взял, это кипяточек. Сейчас вкусного чая выпьем. Погода теплая. Прям лето. Можно раздетом ходить. Жарко. Пока не те четверо, ребят, не те пятеро еще не добрались. Тишина, солнце, тепло. Одним словом, хорошо. Пить-то хочется, а вода-то ледяная. Да нахер. Повыливать воду и разбавить термоса и песком. Когда я хоть смогу чуть-чуть попить. План огонь. Назад решил не пешком, а движать. Назад, скорее, решил не пешком идти, а бегом. Посмотреть, за сколько я как максимально быстро я спущусь. Бегом. Ну, где-то, конечно, на корточках скользил, что быстрее было с крутого склона. Но в итоге бегом у меня вышло 10 минут спуск обратно. Уже к машине подбегал, встретил тех ребят, которые пошли по зеленой дороге. Двое вернулись. Так и не поднялись. Двое дальше там пробуют подниматься. Что у них там не получилось. Вроде уклон меньше, ну, сказали, что там что-то тяжело без кошек. Так как ноги все мокрые. Топор раз упал, тоже здесь мокрый. Еду во Франковск. Есть в одном селе хорошие чаны. Сейчас на пару часов, чтобы избежать заболеваний, не простыть. Заеду в чаны, попарюсь. Приехал в Панские чаны. В том году мы были здесь с пацанами. Стол. Вон санчан. Правда, мы были зимой, был везде снег. Там я помню купался. А вот они достроили еще сауну с чаном еще одну. Это когда я расхерачил машину, пытался коня на ходу остановить. Е-пара-су-та. Все какие-то травмы получил. Куча залетов. Сервис, конечно, тут огонь. Попросил кипяточек. Ну, все дела. Ну уж это, ничего не взял. Дали и посуду, и вещи. И пол тут с подогревом теплый. Лучше место не найти, где потом остановиться, попариться, согреться. Вкусно попить чай, отобедать. Это наше хорошее место. Классное. Всем рекомендую. Панские чаны. Крутое место. И чаны, и сауна. И сервис тут на высшем уровне. И там и чан подогревают. Чтобы теплая вода была. У меня сейчас 42 градуса. Сейчас глянем. Что-то очень горячо стало. Ай, сколько было? 42 сейчас. 44. Что-то уже совсем горячо. Ну нахер. Я тут сейчас сгорю. Спарюсь в этом кипятке. Пошли в лед. Ох, дождаться. Вообще, здесь красные. Ноги красные. Ох, натопили, конечно. Дров не пожалели. Вода, правда, ледяная. Ну, что? Телефон для меня утопить. Выбираться спокойно. Спокойно. Там кипяток, тут лед. Короче, контраст еще тот. Чем мне тут нравится. Все стерильно. После каждого клиента меняют воду. Мешок трав такой кидают. Лечебный чай, мед, лимон, все принадлежности. Короче, круто. Паньские чаны в Акарпатии. Огонь. Все. На горе были, в чанах были. Едем домой в Ивано-Франковск. Отсюда у нас манигатор показывает до дому 68 километров. Время 5.05. Все. Подъехал к дому 18.30. Потихоньку темнеет. День прошел активно. Немного даже устал, но доволен. И вам желаю не сидеть во время карантина дома. За телевизором, компьютером, ноутбуком. Выходите на улицу, гуляйте, занимайтесь спортом, активно проводите время. Всем здоровья.